Действие DLC 2 Atomic Heart будет полностью проходить в лимбу, в лимбу, товарищи! Хорошо это или плохо, расскажу в этом видео, смотри до конца. Погнали! Увидев в тизере гуся-гопника-матершинника, который уже давно стал мемом, я немного удивился. Гусь вместе со своими друзьями-гусями находится в галлюцинациях Нечаева. Это что? Шутка, товарищи? Не расстраивайся, это не твоя вина. Шутники-разработчики, подумал я, но нет. Судя по всему, все на полном серьезе. Случилось то, чего я боялся больше всего. Текст к тизеру в группе Atomic Heart говорит следующее. Готовы? Действие DLC 2 Atomic Heart полностью пройдет в лимбу! Да как так-то? Не я один, оказывается, матерился, как наш мем-огусь, когда проходил лимба задачи. Не я один ждал выхода Нечаева из галлюцинации. Я до сих пор надеюсь, что это какая-то шутка разработчиков. Но не все так однозначно хорошие мои. Зная то, насколько в Atomic Heart закрученный сюжет и особенно зная, как развивалась история до начала действий в игре, а именно то, что нам рассказывает книга «Предыстория предприятия 3826», кстати, очень ее рекомендую, что-то мне подсказывает, что нельзя недооценивать эту DLC. Я терпеть не могу во всяких историях, фильмах, в играх, вставке, когда герой попадает в галлюцинации. Но в данном случае мне почему-то кажется, что здесь будет масса отсылок и всяких там сюжетных штук, которые будут очень интересны всем, а особенно фанатам, к коим я себя уже стал относить. Что вообще такое Лимбо? Куча безвольных людей в клетках – это добровольцы, которые участвовали в экспериментах при создании нейросети-коллектив. Какие-то группы погибали, кто-то сходил с ума, кто-то кончал с собой, кто-то убивал друг друга. Осознание тех, кто выжил, находится в вымышленном мире. Так вот, как раз этот мир Филатова и ее соратники называли Лимбо. Если ты досмотрел это видео до этого момента, значит тебе пока все нравится, а это значит, что самое время поставить лайк и подписаться на канал. А я продолжаю. Лимбо – сюрреалистичный мир подсознания, в который попадает П-3 после введения в боевой режим с полной потерей свободы воли. В этот мир его якобы отправляет Сеченов, но я до сих пор уверен, что это не так, и также сомневаюсь, что это делает и их рас. А кто бы его мог туда отправлять? У кого куча секретной техники на борту летающего сарая? Ну, не знаю, не знаю. Вон тот толстый, пусть попрыгает, ему полезно. А только он? А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать их, все! В процессе игры в Лимбо мы наблюдаем очень много интересных вещей. Что это за лапки, которые появляются у П-3? А это, товарищ, кто бы вы думали? Это пушистов Ньютон, существо, которым становится П-3 после попадания в Лимбо. Это существо неизвестного происхождения, представляющее из себя прямоходящее, человекоподобное существо без лица, ушей и пальцев, покрытое белой шерстью. Он похож на пушистика, который тоже не раз появляется в галюнах Нечаева. Пушистик – это существо тоже неизвестного происхождения и тоже без ушей и глаз. Напоминает жирную кису с длинным хвостом. А на самом деле, пушистик – это кошка Харитона Захарова по кличке Муся. Имя Харитон Родионович Захаров. Кот Муся. Кот принят. Доступ к помещению. Разлакируем. Она следит за Нечаевым на протяжении всего его пребывания в Лимбо, но никак с ним не взаимодействует. Но вот интересный факт. В одной из концовок игры Захаров, восстав из перчатки, гладит Мусю, которая неизвестным образом переместилась из Лимбо в реальный мир. Ну и конечно, как не представить себе то, что во всем этом мире галлюцинаций в DLC 2 будет еще наш гусь Гопник Матершинник, да еще и со своими друзьями гусями. Вот эта игра так игра получится, товарищи. Про гуся скажу лишь то, что он откуда-то много всего знает. И у него своя не менее интересная история. Но это уже тема для другого видоса. Я практически уверен, что мы получим удовольствие от второй DLC как минимум не меньше, чем от первой. Ждем ее выхода, товарищи. Поэтому жми лайк, если еще не поражал. Подписывайся на канал, если еще не подписан. Ставь колокол и приходи на стримы. Всем пока! А где музычки все вот эти типа? Слава любви вы говорили мне на-на-нам каменном. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.